Добрый день, наши дорогие хозяюшки! Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы печем торт Наполеон. Начинаем приготовление слоеного теста. Что нам для этого понадобится? Берем килограмм муки. Я использую муку пшеничную высшего сорта Макфа. Мне она очень нравится. Открываем. У меня есть такая кружечка, сиелка. Пускай эту муку, обогащая ее кислородом. Так, муку мы с вами положили. Теперь берем терочку. Приготовили 4 пачки маргарина, либо масла сливочного. Я половину того, половину того беру. Открываем. И начинаем в муку тереть на крупной терочке наше масло. Предварительно масло нужно заморозить. Подержите его немножечко в морозильной камере. Вот так натираем. И продолжаем наш творческий такой процесс приготовления. Вот мы и постепенно начинаем вот так вот все с мукой перетирать. Причем я вам хочу сказать, что к этому тесту нужно относиться очень нежно. Так, вымешивать его нельзя. Так, процесс приготовления продолжаем. Все очень быстро делается. Тесто долго не нужно замешивать, потому что оно должно быть ненагретым. Начинаем аккуратненько замешивать. Это хозяйство. Вот такая у нас масса получается. Быстренько шустренько. Далее мы готовим яичную смесь. Для того, чтобы ее добавить в нашу сливочно-мучную смесь. Что мы делаем? Берем мерную кружечку. Берем 2 яичка, причем из холодильника, чтобы они были холодненькие. И вбиваем в мерную кружечку. Раз. И два. Два. Есть. Что мы сюда добавляем? Добавляем щепоточку соли. У меня такая экстра соль. Я вам хочу сказать, что вот это тесто для Наполеона, оно универсальное. Сюда не нужно добавлять сахара. Оно, это тесто, идет как для сладких тортов, так и для соленых. Можно делать с капустой, с яйцом, с рыбой. В общем, я вам хочу сказать, что это тесто изумительно. Для хозяюшки умеете его делать, это просто находка. Так, яичко, соль. Дальше, что мы делаем? Добавляем сюда 2 ложечки уксуса 5-процентного. Так, есть. И доводим нашу смесь до полулитров. Почему я и сказала, что берем медный стаканчик. Причем водой, ледяной желательно, из холодильничка. Так, чуть-чуть уже не хватило. Я еще чуть-чуть. Вот, у меня получилось пол-литра смеси. Дальше, либо венчиком, либо блендером я делаю, мне так удобно. Я беру и взбиваю эту смесь. Для того, чтобы была масса однородной. Так, аккуратно взбили нашу яичную водяную смесь. Так, и начинаем потихонечку вымешивать наше волшебное тесто. Вот. Потихонечку. Добавляем серединку, чтобы там оставалась у нас водичка не растекалась. Так. Аккуратно, не старайтесь сильно мять муку. Так, все. Удалили. Добавляем мучки сюда. Процесс волшебства нашего продолжается. Вот. Масло нагревается, и оно начинает прилипать уже к рукам. Поэтому я вам говорю, нужно быстро-быстро замешивать тесто. Так. Кстати, это тесто оригинальное еще и тем, что можно его приготовить двойную порцию. Использовать сначала одну порцию, положить в морозилку. А когда вам нужно очень срочно что-то приготовить, достать вторую порцию. Сделать начинку, например, капусточку тоже самое, либо рыбку. И сделать пирог рыбный, либо капустный. Оригинальное будет взлета. Быстро и на скорую руку. Я вам советую. Так. Итак, наше тесто готово. Вот такой комок получился. Теперь мы его разрезаем пополам. Берем кулечки. Вот оно какое тесто красивое получилось. Мне оно очень нравится. Так, берем кулечки чистенькие. И погружаем наше волшебное тесто в кулечки. Так, кулечек. И два кулечек. Все. Тесто готово. И мы его часа на два, как минимум, ставим, погружаем в морозильник. Пусть оно там заходит. Готовим заварной крем для нашего торта «Наполеон». Для этого нам понадобится 5 яиц, мука, 4 стакана молока. Берем мерную кружечку, вбиваем 5 яичек сюда. Итак, вбили нашу мерную кружечку, 5 яиц. Добавляем в эту кружечку 4 столовые ложки муки. Раз. Два. Три. Четыре. Есть. И хорошо-хорошо, тщательным образом все это мы вымешиваем. Чтобы не было у нас комочков. Для этого лучше взять миксер, либо блендер. Сейчас я возьму свой блендер. Так. Все. И пошли. Вот. Получилась такая красивая, однородная, яично-мучная смесь. Вот. Затем. Наше теплое молочко. Уже тут подогрелось молочко. И мы берем и половничек молочка засыпаем в нашу яично-мучную смесь. И тоже хорошо будем вымешивать. Вот это половничек мы выльем. Так. И опять берем наш блендер и начинаем вымешивать. Достаточно. Так. Теперь подходим к питье. Наше молочко с сахаром уже тепленькое. И мы начинаем постепенно вливать нашу яично-мучную молочную смесь. Медленно-медленно. Помешивая наше молочко в костыльке. Процесс приготовления продолжается. Оставлять не забывать этот крем нельзя. Нужно его постоянно-постоянно помешивать. На медленном-медленном огонечке. Так. Я еще вот еще что делаю. Я добавляю сюда обязательно ванилин кристаллический. Получается крем ароматный-ароматный. Обязательно. Наш крем мы постепенно помешиваем. Но до кипения, до сильного, мы его не доводим. Как начинаются первые бульбочки, мы его должны выключать. То есть это тонкий процесс. Внимательно наблюдайте. Так, вот-вот-вот-вот-вот процесс идет, идет, идет. Вот у них бульбочки первые появляются. Вон уже какая масса появляется. Получается. Вот как только у нас начнутся маленькие бульбочки, мы уже выключаем. До большого кипения мы не доводим. Видите, какая вкусная масса получается. Вот такая. Вот она. Пых! Вот он, процесс идет. Вот она уже получается, вот эта масса. Все. Вот они, бульбочки начались. Все. Мы выключаем. И остывает у нас крем. Продолжаем процесс приготовления нашего заварного крема. Остывшаяся масса нашего заварного крема готова. Туда мы добавляем, берем сливочное масло. И на крупной терочке туда натрем. Так, завершаем процесс натирания масла. Ну, в принципе, достаточно. Так. И начинаем все это сейчас вымешивать. Вот такой получается крем нежный, ароматный и вкусный. Крем готов. Продолжаем наш процесс приготовления тарта. Наше тесто заморожено. Достали мы его из морозилки. И достаем скулечко нашего. Вот такое оно холодненькое у нас получилось тесто. Так, готовим поверхность. Так, на столе. Извиняем половиночку нашего кусочка. И начинаем его раскатывать. Так. Все, раскатали. Берем наш противеньок. Маленький секретик вам рассказываю. Обязательно уголочки противенька мы смазываем влажной тряпочкой, чтобы было сыро. Для того, чтобы наше тесто, наш пласт не съежился. В процессе приготовления. Можно, смотрите, как хитро сделать. Вот так я еще делаю. Наматывая. И аккуратненько выкладывая. Вот так вот. Так, оставшиеся лишняя тесточка. Мы аккуратно ножом будем срезать. Так. Первый корж у нас готов. Вот. Теперь мы помещаем в разогретую духовку наш противень с первым пластом тортика нашего. Обязательно, забыла рассказать, что обязательно нужно проткнуть наше тесто ножичком, либо вилочкой, для того, чтобы оно у нас не вспучилось. Так, подготовленный противень с нашим первым пластом нашего пирога погружаем плитом в духовочку. Вот. Минут на 25-30. Пусть оно готовится на медленный огонечек. Так, первый корж у нас готов. Достаем его. Берем противень. И перекладываем его. Первый готов. И такой процесс мы продолжаем. Еще два-три коржа мы делаем. Итак, наши коржи готовы. Мы впекли три больших коржа. Кладем его на наш подносик. Кремиком начинаем обмазывать каждый слой. Так, крем не жалеем. Чем больше крема мы положим, тем вкуснее будет тортик. Каждый слой пропитается и будет оригинальный, вкусный наш наповел. Вот, обмазываем краешки. Не жалеем наш кремок. У нас много. Так, первый лист готов. Берем второй. Накладываем. Так, второй лист готов. И третьим мы накрываем листом. Так, и начинаем все. Этот торт должен у нас остаться на пропитку. Ну, часика четыре, мне кажется, он должен обязательно постоять. Так, почти процесс наш волшебный завершается. Немножечко приминаем, чтобы он вот так вот просел туда, чтобы заполнился кремиком. Ммм, какой крем вкусный. Так. А еще у нас здесь есть вот такая посыпочка. Я уже один лишний коржик сделала. И сейчас мы его вот так вот сверху берем и прищипаем. А, ты что? Попала? Ничего страшного. Вот так вот. Делаем. Все. А еще у меня на подоконнике растет вот такая вот мята. Которую я всю зиму кладу в чаечек. Мы можем вот так вот украсить наш тортик. Торт готов! Приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ!